Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на канале Ньюс Эйдр. Британские разведки, а также других разведывательных службах Запада сообщают о том, что Владимир Путин болен серьезной болезнью, которая влияет и очень серьезно влияет на его психику. Таким образом, западные разведки подтверждают эти многочисленные слухи, которые распространяли в последние месяцы и даже годы различные медиаспикеры со ссылкой на некие источники в окружении Владимира Путина. Долгое время мы эти слухи считали, если не конспирологией, то во всяком случае, конечно, старались осторожно к ним относиться, потому что невозможно доверять подобного рода сообщениям, как стопроцентным в ситуации, когда вы имеете дело с деспотией, где слухи часто подменяют нормальное функционирование различных СМИ и, соответственно, обладают куда меньшей степенью достоверности. Но другое дело, когда об этом рассказывает британская разведка и ее партнеры в Соединенных Штатах и других странах. И в первую очередь мы можем доверять вот этим сообщениям потому, что, как поделился с изданием Daily Mail, источник британской разведки, у Лондона и его партнеров просто-таки беспрецедентно высокий доступ к самым высоким кабинетам в Кремле. Да, речь идет о том, что в Кремле сидит не один даже, а, похоже, несколько очень высокопоставленных кротов, которые действительно докладывают, причем систематически и на протяжении уже многих месяцев и даже, может быть, многих лет информацию о самых высокопоставленных руководителях России и в том числе о Владимире Путине. Мы, конечно, можем только догадываться, кем могут быть эти люди, но тот факт, что у Британии и Соединенных Штатов и их партнеров точно есть такие кроты, можно не сомневаться. По всей видимости, именно эти кроты как раз и передавали подробнейшую информацию Соединенным Штатам о готовящейся военной операции России против Украины в последние месяцы. Именно эти кроты как раз и предупредили, в частности, о переброске большой кадыровской банды под Киев, где эта банда была впоследствии разгромлена. И именно эти самые высокопоставленные кроты в целом выступают против агрессии российского режима в отношении Украины. Не по всей видимости, в конечном итоге именно эти кроты однажды могут обеспечить, в том числе, и дворцовый переворот. Ну а теперь к сути вот этой интереснейшей новости. Итак, суть заключается в том, что британская разведка со ссылкой, опять же, на вот этих высокопоставленных кротов и, естественно, на основе в целом своей разведывательной информации считает, что у Владимира Путина либо рак, либо какие-то другие очень серьезные заболевания. Соответственно, он употребляет некие препараты, астероиды, скорее всего, стероиды, то есть те, которые поддерживают нормальный метаболизм и нормальное функционирование организма. И которые, соответственно, с одной стороны вызывают ярость, астероиды вызывают повышенную агрессию, которая сублимируется вот в том числе и вот в такие вот политические безумные решения. А с другой стороны, безусловно, болезнь в выкупе вот с этими медикаментами, опять же, очень негативно воздействует на психику и на внешний вид, что опять же и приводит к вот этим чудовищным на самом деле метаморфозам в физиологии и, в общем, в принятии тех решений, которые Путин принимает, и в том числе в неспособности его адекватно оценивать те последствия того, что он делает. Итак, дословно. Я цитирую сейчас британское издание Daily Mail. «Источники в британской разведке утверждают, что Владимир Путин страдает мозговым расстройством, вызванным деменцией, либо болезнью Паркинсона, либо стероидной яростью, возникшей в результате лечения рака стероидами. Ссылаясь на источники, близкие к Кремлю, высокопоставленные функционеры разведывательного альянса «Пять глаз», куда входят Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, утверждают, что решение главы российского режима о вторжении в Украину имеет на самом деле банальное физиологическое объяснение. Разведство общества уверено, что именно так можно объяснить на самом деле совершенно беспорядочное, я цитирую, поведение 69-летнего Путина в сочетании с его изменяющимся обликом. Он, как там в этом тексте газеты говорится, просто-таки раздулся, его лицо выглядит буквально как шар. Ну и самое главное, его странности в поведении, а именно дистанцирование от всех, с кем он встречается. Не только речь идет о, собственно, самих российских чиновников, но и, конечно, о западных политиков, мы можем вспомнить встречи Путина с Макроном или с Шольцем за длиннющим столом. Вот что сказал источник в службе безопасности Великобритании. Только физиологический аспект может объяснить вам такую удивительную картину психики Владимира Путина, которую мы наблюдаем. И вот они выдвигают целый сон версии о том, что именно может происходить с Путиным в плане заболевания. Как уже было сказано, там речь может идти не только об онкологии, но и о различных видах слабоумия. Ну и таким образом, вот то, что с ним происходит в последние годы, это как раз проявление вот этой болезни. Цитирую. За последние пять лет или около того, в мотивах, по которым он принимал решения, произошли заметные изменения. Окружающие видят очевидную трансформацию в том, насколько он неубедителен и насколько он неясно понимает реальности. В том, как он говорит и как он воспринимает окружающий мир, наблюдаются существенные дегенеративные изменения, говорится в сообщении от британского источника. По словам британского источника, проблема с логичностью мышления у Владимира Путина дополняется отсутствием обратной связи с его подчиненными, поскольку лидер российской автократии не информирован по поводу тех неудач, которые вот сейчас испытывает и российская армия, и российская экономика. Проще говоря, Владимир Путин отгорожен от всех негативных информационных сообщений, которые могли бы его опечалить. И происходит это в значительной степени из-за тех лиц, которые докладывают ему, а докладывают они ему только то, что он хочет слышать. Таким образом, дегенеративные изменения в психике Владимира Путина дополняются объективной информационной изоляцией, в которую он поместил себя и сам, стремясь, очевидно, к максимальной физической безопасности, ну и которую поддерживают ему его непосредственные охранники. И вот, по мнению лондонской разведки, непосредственной причиной того, что произошло с психикой Владимира Путина, стал употреблением стероидов. Он физически изолировал себя, и в этом, говорят британские источники, заключается признак очевидного страха перед сопутствующими заболеваниями, то есть теми, которые могут настичь Владимира Путина из-за его ослабленного иммунитета, который, в свою очередь, был поврежден, опять же, употреблением вот этих самых стероидов. И одним из самых главных свидетелей того, насколько Путин изменился, стал именно Эммануэль Макрон. Возможно, именно вот в этом и заключалась в свое время задача французского президента, который отправился в Москву и поговорил с Путиным, чтобы посмотреть, а что физически происходит с главой российской автократии. И, как мы знаем, Макрон, который сидел за длиннющим столом с Владимиром Путиным, пришел к выводу, что Владимир Путин просто-таки начал сходить с ума. Хотя бы уже по тем длинным, витеватым объяснениям Владимира Путина, его собственного видения истории, буквально в течение пяти часов Путин пытался объяснять Макрону, почему Россия может претендовать на сферы влияния, и почему Россия была обделена, и почему на самом деле Украина не имеет права на свою государственность, и почему на самом деле вся русская история, это история того, как Россию притесняют, и теперь Россия, соответственно, имеет право выдвинуть вот те требования о так называемых гарантиях безопасности, которые она выдвинула, и, как мы видим, начала реализовывать на практике в виде геноцида в отношении украинского народа. В британской разведке условно заявили следующее. Наша разведка просто-таки экстраординарно интегрирована в российские структуры, и просто-таки колоссальна та разница, которая есть между тем, насколько хорошо мы понимаем, что происходит в российской верхушке, и тем, что мы знаем об окружении китайского лидера Си Цзиньпиня. Что из этого следует? Ну, в первую очередь, конечно, из этого следует, еще раз подчеркну, что мы можем быть спокойны за западную разведку. Она следит буквально за каждым шагом Владимира Путина, и очевидно совершенно, что если она знает даже такие физиологические подробности по поводу его болезни и по поводу его психики, то, можно не сомневаться, они знают и то, где он находится. Поэтому в случае, если вдруг он захочет нажать красную кнопку, в разведке Соединенных Штатов, Британии и других стран немедленно будут оповещены. Об этом, соответственно, примут меры вплоть до ликвидации Владимира Путина. Поскольку они будут, естественно, знать его местонахождение, они будут понимать, каким образом можно его или уничтожить с помощью стелс-бомбардировщиков, или как его можно просто отключить от элементарной коммуникации, того же электричества и так далее. Ну, то есть, речь идет о том, что мы можем быть спокойны за ядерный чемоданчик российского режима. Он в надежных американских руках. Но интересно и то, что, похоже, значительная часть российской верхушки очень недовольна тем, что происходит сейчас в России. Совершенно понятно, что вот то письмо от высшего генералитета России, впрочем, от страны генералов все-таки, по поводу того, что война российского режима против Украины станет катастрофой, появилась не случайно и наверняка находит поддержку в, опять же, высших эшелонах российской власти. Это означает и то, что Владимир Путин буквально в изоляции с его безумным сценарием по попытке захватить Украину. На его стороне пока что, как считается, несколько ключевых лиц. И в первую очередь это министр обороны Шойгу, а также глава генштаба Герасимов. Но понятное дело, что даже эти лица на самом деле отнюдь не являются камикадзе, в отличие от Владимира Путина, который по всей видимости страдает в том числе и достаточно выраженным суицидальным симптомом. Вспомните лица Шойгу и Герасимова, когда Путин приказал им привести ядерные силы в режим особого функционирования, при том, что такой статус не предусмотрен законом. И на этих лицах была написана некая смесь тревоги с тем, что я мог бы назвать некой лихорадочной попыткой сообразить, как остановить безумца. Ведь на самом деле не Герасимов, не Шойгу вовсе не смертники, как я уже сказал. И они не для того всю жизнь зарабатывали на коррупции, чтобы погибнуть в ядерном огне, как, впрочем, и вся остальная российская чиновничья вертикаль. Они воровали для того, чтобы хорошо жить. И даже когда они планировали войну против Украины, они рассчитывали на быструю победу, которая обеспечит России повышение ее международного рейтинга, повышение уважения и страха в отношении России со стороны западного сообщества и, соответственно, повышение капитализации российского режима. А здесь произошло все ровно противоположное тому, о чем гадали и мечтали все вот эти вот представители российского режима, да и, наверное, сам Владимир Путин. Но только для Путина это вопрос жизни и смерти, и ему уже не столько материальное богатство, очевидно, важно, сколько стремление во что бы то ни стало уничтожить Украину. В этом его маниакальная цель. Но вряд ли с точки зрения цели с ним совпадают Шойгу, Герасимов, а уж тем более остальные российские чиновники. Уж они-то прекрасно видят, в какую пропасть сейчас летит российский режим. Но могут ли они остановить Владимира Путина? И это самый главный вопрос. Из той статьи, которую мы сейчас изучили, и, соответственно, из того, что я сейчас сказал, мы можем сделать вывод, согласно которому, по всей видимости, для Владимира Путина все более вероятной становится табакерка. Друзья, мы продолжим следить за этой историей. Спасибо, что остаетесь с нами. Поддерживайте украинскую армию по ссылке на организацию «Повернись живым», которую я даю в описании к этому видео. Там же вы найдете и ссылки на те ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. PayPal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы. Я желаю украинской армии и украинскому народу как можно более скорой победы над самой страшной угрозой в истории человечества. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok